Семинарское занятие чем от лекции отличается? Если лекцию читает преподаватель, то на семинаре, как правило, выступают слушатели. У нас следующая ситуация. Докладываем обстановку на сегодняшний день. Проверены все контрольные работы, которые я увидел в СДО по состоянию на 6 утра сегодняшнего дня. Это порядка 130 работ. Все получили зачет. Я не стал придираться к отдельным мелочам. Общая оценка очень хорошая. Я имел дело со студентами, которые учатся в ВУЗах. К сожалению, там такая тенденция была, когда человек не интересуется тем предметом, который нужно изучать. Приходит время сессии. Он лихорадочно в интернете нажимает кнопочки, необдуманно что-то пишет, работы посылает. Здесь такого нет. Все ответы, несмотря на то, что очень короткие, они свидетельствуют о том, что все пропустили их через выгулу. Несмотря на то, что есть и ошибочки, есть и замечания, есть предмет для нашего разговора. Причем часть замечаний, которые я, скажем, высказывал, они связаны с тем, или неточности, которые есть в работах. Связаны с тем, что эти вопросы были на лекции освещены очень круто. Одним штрихом понятно, что, например, основной экономический закон, закон стоимости, это тот оселок, на котором споткнулась вся официальная наука в СССР, за редким исключением настоящих ученых, диалектиков. Поэтому требовать, скажем, чтобы здесь в течение часа или одного нескольких дней разобрались, конечно, это нельзя. Вот такие дела. Значит, мы построим занятия следующим образом. Сначала мы пройдем по основным вопросам семинарского занятия. Я надеюсь, вы выступите. Разберем какие-то сложные вопросы. А затем перейдем к вопросам, которые прислали в СССР СДО слушатели. Надеюсь, у вас будут какие-то вопросы. Может, мы где-то поспорим, пообсуждаем и найдем какую-то истину. Ну, вначале я с удовольствием назову тех слушателей, которые прислали абсолютно правильные ответы. Ну, это первые из первых сорока трех человек, которые уже в воскресенье прислали свои ответы, я их проверял. Поэтому... Ну, это самый первый. Вот те, кто уже в воскресенье прислали свои работы. А таких, кто ответил правильно, достаточно много. Итак, ну, давайте начнем. Начнем мы с такого вопроса, что мы центром своего рассмотрения на лекции забрали одно из таких ключевых понятий капиталистического способа производства. То это капитал. Но потом мы выяснили. Ведь в диалектике, в диалектике, в диалектике знакомы. Как происходит развитие чего-либо. Хоть в природе, хоть в обществе. То есть капиталистический способ производства представляет из себя систему экономических отношений. Там есть экономические законы, противоречия экономические, экономические категории. И вот законы. Как она формирует из себя, представляет систему. Потому что есть такое обыденное обывательское понятие системы. Вот системный подход. Все, наверное, слышали. Что такое системный подход? Подход. Давайте вот системно подойдем к тому или иному вопросу. С той или иной проблемой. Системный, значит, вроде как комплекс. А что значит системный? Может, на кусочки разрежем, да? Разложим по полочкам. На кубики. Знаете, так, рассыпем кубики, соберем пирамидку. Не понравилось, снова рассыпем, другую соберем. Нет, не так. Взаимодействие. Система учитывает все позиции, которые взаимодействуют друг с другом. Правильно. Они влияют друг на друга. И еще дальше, уж последний шажок сделать. Не просто взаимодействие. А какое взаимодействие? То есть, вот как в жизни происходит. А диалектика, она просто отражает эту самую жизнь. Начало, вот в диалекте мы должны с чего-то начать. И в жизни. Сначала. А что такое начало? Неразвернутый результат. Совершенно верно. А результат что такое? Развернутый начало. Развернутый начало. Совершенно правильно. То есть, если мы рассматриваем экономическую систему, в данном случае капиталистический способ производства, то надо начинать с какого-то начала, с исходной клеточки, в которой, вообще в зародощи, заключены все противоречия, все экономические законы, все противоположности капиталистического способа производства. И прийти к какому-то результату, который является развернутым началом. Поэтому Марс с чего начинает в капитале? С какой капитали? С товара. Совершенно верно. С простейшей элементарной клеточки капиталистического способа производства. Вот обратите внимание. Вроде бы рассматривать капитализм, есть вот эта самая эксплуатация, создание присвоения прибавочной стоимости, а начинает он с товара. И вот первый вопрос, на котором достаточно много слушателей споткнулось, это назовите, сформулируйте, обоснуйте основной экономический закон капитализма. Он кто может сказать? Закон стоимости. Почему? Потому что он лежит в основе всех последующих законов и процессов. Совершенно правильно. А что Вы можете сказать о законе прибавочной стоимости, или о законе, точнее, производства прибавочной стоимости? Они уже являются результатом развития закона стоимости товарного производства. Совершенно правильно. Кто-то может добавить еще? Вот я должен пояснить. Здесь делаем отступление. Вот мы сейчас рассматриваем с Вами очень такой теоретический и глубокий вопрос. И до поверхности экономических отношений нам еще добираться. Потому что на поверхности экономических отношений, а некоторые говорят, да, ой, такая теория глубокая, что нам копаться? Давайте вот рассматривать цены, да? А что там рассматривать? Цены. Спрос туда пошел. Знаете, цены пошли. Спрос пошел туда, цены. Там можно много чего интересного, полезного найти, но задача исследования науки-то опуститься от поверхности экономических отношений в сущность. Так вот закон стоимости. В чем здесь проблема? Значит, почему он основной? Что такое закон из философии? Уже подкованы два занятия по диалектике изучения. Спокойного явления. Спокойного явления. То есть есть мир явлений такой, изменчивый, постоянный, противоречивый, непонятный, постоянно бурлящий. А за ним есть что-то спокойное явление. Это законы этого явления. Поэтому, когда Марс начинает с товара, как элементарной клеточки капитализма, вот он рассматривает сначала одну сторону товара, это потребительная стоимость, а затем другую сторону стоимость. Но сначала он берет меновую стоимость, как на поверхности, и за ней выявляет эту самую стоимость, как абстрактный труд, воплощенный в товаре, или как сгусток этого абстрактного труда. Ну а если есть явление, есть закон этого явления, то есть закон стоимости. Значит, экономические законы также образуют систему законов. И в основе этой системы должен лежать такой закон, который является первым исходным, то есть основным, и который в себе содержит, но еще в зародище, в неразвитом виде, все остальные экономические законы. И наоборот, когда он начнет развиваться, то как бы из него будут вырастать другие экономические законы, образуя вот эту самую систему. Поэтому прибавочная стоимость есть в такой категории, да? Кто может дать определение, что такое прибавочная стоимость? Только за счет чего она продумывается? Ну, вспомнить, да? Мы это рассматриваем. Да, да. Может быть, под схемкой, если она вам поможет подсказать. Почтут прибавочного рабочего времени. То есть это труд у рабочих, изъятый. Получается, изъятый, не поплаченный. Нет, получается, когда рабочий дает товар, он попадывает в него, чтобы, ну, скажем так, нечто большее, что было изначально. Но из-за этого ценность повышается. В грубо говоря, вот эта разница того, что было до и после. Образует прибавочную стоимость. Ну, где-то так. Совершенно верно. Ну, даже в названии прибавочная стоимость. Прибавочная чего? Или что? Стоимость. То есть прибавочная стоимость это та категория, которая вырастает в ходе развития стоимости. Это она отличающаяся стоимость. Совершенно верно. Потому что капитал, он что вот так, на голом месте возникает? Как производственное отношение капитализма? Нет, капитал откуда возникает? Из денег. Из такой категории экономической, как деньги. А деньги это что такое? Откуда возникают? Из товара. Совершенно верно. Ведь деньги это что такое по определению? Товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. То есть товар. То есть вот получается цепочка развития товарного производства. То есть товар. Затем из мира товаров выделяется особый товар, в котором все товары измеряют свою стоимость. Деньги. Затем развитие денег приводит к возникновению капитала. Соответственно стоимость дальше развивается до прибавочной стоимости. Соответственно и законы производства прибавочной стоимости это результат развития движения закона стоимости. То есть основного экономического закона капитализма. значит вот еще раз это такой вроде как теоретический очень вопрос. Глубокий, непонятный. Подумаешь там что-нибудь такое. С одной стороны. С другой стороны этот вопрос связан с капиталистическим способом производства. но почему я вот обращаю внимание каждый год мы рассматриваем этот вопрос и в этом году ваше внимание на эту проблему. Вот это тот вопрос на котором не споткнулась тот вопрос та проблема теории которая привела по сути дела к гибели социализма в нашей стране и в других странах. Вот такой незаметный теоретический вопрос. Ведь какими огромными колоссальными усилиями в СССР была совершена революция победа в гражданской войне построен социализм этот социализм отстояли в Великой Отечественной войне а потом раз и его не стало разрушено а почему в том числе и потому что в теории в теоретической ошибке была сделана теоретическая ошибка то есть подсунули вот этот закон стоимости то есть что произошло а вот эти не знаю как назвать ревизионисты те кто совершили ревизию маркетизм они подкинули такую вещь туда дорогие товарищи что закон прибавочной стоимости эксплуатации это очень нехорошее дело нет нет его нельзя допустить капитализм это беда все мы насмерть стоим против капитализма а вот закон стоимости это очень хороший закон чем он лучше закон стоимости он что регулирует или что формулирует это определение определение стоимости общественно необходимой затратами труда. Стоимость – это что такое? Абстратный труд, воплощенный в товаре. Измеряется он количеством общественно необходимых затрат труда. И что плохого в том, что вот мы в нашей экономике, советской и социалистической, будем измерять затраты труда общественно необходимыми. Замечательно это. Вы головой качаете, вы чувствуете подвох. Потому что там в этом законе стоимости уже есть товар. А раз он есть товар, значит вырастет капитализм. Совершенно верно. Вы опоздали, но все правильно знаете. Мы это обсудили и вы как бы нам тоже подтверждаете. Совершенно верно. И ведь даже были эти теоретики еще во времена Маркса. Вот вы наверное слышали такой что-нибудь Прудон. Это мелкобуржуазный социалист. Он вроде выступал за социализм. А социализм вы знаете много. Есть мелкобуржуазный социализм. Феодальный социализм, утопический и так далее. Вот он был мелкобуржуазный. В чем выражалось? А в том, что он считал, что товарное производство это отличная форма производства. Она основана на законе стоимости, который базируется на том, что все регулируется общественно необходимыми затратами труда. Ну и замечательно. Давайте конкурировать, сокращать затраты труда и будет общество развиваться. И даже он на практике предложил вести, так сказать, создать народные банки и т.д. и т.д. Конечно ничего не вышло. Потому что из этого товарного производства, из закона ежечасно, ежеминутно вырастает капитализм. Из закона стоимости вырастают законы прибавочной стоимости. Ну вот в те годы, с этим не разобрались. Этот вопрос, теоретический вопрос, повторяю, был разрешен, наверное, в 70-е годы. Тем учеными произведения я рекомендовал в списке литературы. Ну тогда уже поезд ушел. Социалист был разрушен в нашей стране. Ну, во всяком случае, мы должны эти выводы помнить. Потому что, понятное дело, что за революцией будут контрреволюции, а за контрреволюцией снова будет революция. Снова надо будет кому-то строить социализм. Ну, вот такие вторые ошибки совершать, ну, никак, на мой взгляд, не стоит. Только столько сил положили и жизни отдали. Вот так вот запросто. Вот что касается основного экономического закона капитализма. Вот есть по этому, по этой проблеме какие-то вопросы? Или пойдем дальше? А вот знаете, у меня какой вопрос был появлен? Закон стоимости все равно есть, правильно? И у нас был социализм построен, пускай начальная форма, да? А так вот в то время вот до 1953 года звучал вот этот вот самый закон стоимости. Он же был, его же формулировали, как-то все равно экономика была. И войну победили, и очень быстрыми темпами, пятилетки, и прочее, и прочее. Там же какая-то террическая база была. Вот так она звучала. На что вот они тогда опирались? А вот тогда был поиск. Значит, я вкратце рассказывал на прошлом занятии, вы вопрос задавали. Ведь как возникает капитализм, капиталистические отношения. Они возникают еще в недрах феодализма. Вот феодальный строй. И там возникает капиталистическое отношение. Появляются первые капиталисты, и все это развивается. И в ходе буржуазной революции новый класс, вот зарождающийся класс еще мелкой буржуазии и средней, он берет власть и все эти феодальные пережитки отметают в сторону. Дает зеленый свет развитию капиталистических отношений. А что касается социализма, все не так. Первое положение. Откуда возникает социализм? Вам вопрос? Ко всем, слушайте. Ну кто родитель? Совершенно верно. Социализм возникает из капитализма. Конечно. То есть капитализм – это родитель социализма. Но социалистические отношения в недрах капиталистических не возникают. Это вот общий вывод, это еще сделали Марк с Энгельсом в свои годы. Правда потом, когда капитализм перерос в свою высшую стадию монополистический капитализм, это развитые формы капитализма. Владимир Ильич Ленин, изучая эти новые веяния капитализма, новые явления, уточнил этот вывод. Да, в целом социалистические отношения не возникают в недрах капитализма, при капитализме, за исключением наиболее развитых его форм. Ну самый такой яркий пример – это банковская система. Что такое банки? Кто может сказать? Ну, прежде всего, учет, контроль и концентрация капитала. Правильно. Банки – это такие капиталистические предприятия. Раз, да? Сфера деятельности, которая – сфера обращения. То есть промышленные предприятия, там, производством занимаются, там, транспорты, транспорты. А есть, кроме производства, сфера обращения, да? Где, во-первых, товары обращаются, купи-продай, торговли. Есть сфера денежного обращения, ведь деньги – тоже товар. И тоже обращаются, ходят туда-сюда. Так вот, капиталистические предприятия, вот как бы монополизировали, захватили этот участок и этим занимаются. Чем они занимаются? Они собирают или аккумулируют временно свободные денежные средства капиталистов, ну, потом и население, с одной стороны. И затем предоставляют нуждающимся капиталистам на временное пользование кредитами. Получают это банковский процент. И при этом они проводят расчёты между, как сейчас бы сказали, агентами экономических отношений, то есть между всеми предприятиями и между населением в том числе. Вот сейчас банки – это основная организация, которая проводит расчёты. Потому что все расчёты между предприятиями и безналичные. Наличные можно проводить, но это буквально там совсем мизер, он не играет никакой роли. То есть банки встают между всеми капиталистами – промышленными, транспортными и так далее, торговыми, занимаются их расчётами. А что значит привести расчёты? Это получить полную информацию обо всех капиталистах. То есть банки, вот у Маркса есть такое образное сравнение – это центры общественного счетоводства. Ленин тоже подыскивал красивые яркие фразы, написал, банки – это нервные узлы современной экономики. Красивое образное сравнение. То есть действительно это так. Центры общественного счетоводства. Вот небольшое количество банков и все расчёты всех тысяч, сотен тысяч капиталистов, они концентрируются в этих банках. То это расчётные узлы. Второй вопрос. А сколько банков в принципе может быть при капитализме? Вот у нас в России в начале 90-х годов где-то было две тысячи, две с половиной тысячи банков. Сейчас, по-моему, около 400. Остальные как бы обанкротились. А один банк может быть при капитализме? Конечно, конечно можно. Никакой капиталистической сути от этого не меняется. То есть, возвращаясь к вопросу, банковская система – это готовая система общественного счетоводства. Банки дают кредиты, предоставляют кредиты предприятиям. Они же всё подноготную с них снимут. Проверят, чтобы провести платёж, проверят, если его использованы и так далее и тому подобное. Поэтому, когда, скажем, в стране совершается революция социалистическая, работающему классу надо строить новую экономику, пожалуйста, берите готовую банковскую систему, её не надо уничтожать. Как говорится, концентрируй в одну, поменяй там кое-кого. И кое-какие люди, скажем, некоторые отношения и всё. А так её можно взять и готовить. И есть ещё ряд развитых форм. Но в целом, значит, социалистические отношения в недрах капитализма не возникают. А что нужно делать тогда? Как это быть? Значит, 7 ноября 1917 года свершилась в нашей стране социалистическая революция. Рабочий класс взял власть и установил диктатуру пролетариата, своё государство. А что в экономике? А вот на следующее утро, 8 ноября, что в экономике было? То же самое. Что то же самое? Частный капитал и так далее. Никто ничего пока не поменял. Там уклады были. И капиталистический уклад, да? Это мне капиталисты. Мелкотоварный уклад, где трудятся мелкие товаропроизводители на этот рынок. И которые ежечасно, ежеминутно рождают этот самый капитализм. Ну и оставляют в стороне, там, патриархальный уклад, возможно, на натуральное хозяйство. Государственный капитализм. Значит, что нужно делать? А нужно эту экономику строить. Я опять вернусь в диалектике. Есть такое у Гегеля науки логики в конце. Понятие абсолютная идея. Вы знакомились с ней? Нет? Абсолютная идея. Это единство теоретической и практической. Смысл такой, что рабочий класс, ну, не скажем, у него идеологи должны познать вот эту абсолютную идею и преобразовать ее. То есть есть пока общие теоретические положения и вроде как все понимают, что она должна быть противоположной капиталистической. То есть она должна быть во всех отношениях на противоположных целях. И мы с вами рассматривали. Значит, цель капиталистического производства, кто может сказать? Прибыль. Прибыль. Возвращение капитала. Получение прибыли. Или получение прибавочной стоимости. Так? Я пока один возьму, например. То есть капиталистическое производство основы это товарное хозяйство. Вот со всеми этими экономическими категориями, о которых мы говорили. Там и товар, и стоимость, и деньги, и капитал, и много еще другое. И все это в практической хозяйственной жизни, это выражается, отражается. Значит, социалистическая экономика должна строиться на противоположных началах. Но если в основе лежит основной экономический закон капитализма, закон стоимости, то соответственно в социалистической экономике должен быть присущ объективно какой закон? Потребительной стоимости. Стоимость это что такое? Еще раз вспомним определение. Это затраты. Затраты труда. Затраты труда. Затраты. В данном случае я упор делаю на слово затраты. Что является противоположным затратам труда? Экономия труда. Экономия труда. Значит, социалистическая экономика должна быть основана на экономии труда. Вся вот эта система. И в теории самой глубокой, и в хозяйственной практике. На экономии труда. Соответственно, на прибыли может быть она основана? Почему? Почему? Скажите, пожалуйста. А, ну, я про экономию труда. А, нет, ну, если мы, ну, как уже было сказано, если мы туда закон стоимости в углу угла поставим, то получается, мы уже тоже в тексте сделаем. Ну, соответственно, если мы тогда противоположно берем снижение себестоимости постоянно, то тогда у нас из-за этого, получается, вытекает, что если мы будем развивать технологии, которые позволят, ну, издержки, ну, сэкономить рабочую силу, то получается, будет товара больше и работать нужно будет больше. И, соответственно, тогда мы получим обеспечение полного. Ну, вы уже стали, так сказать, развивать, уже далеко убежали. Я возвращаюсь. Прибыль по определению, да, что такое? Прибыль? Ну, она из прибавочной стоимости, ну, прибавочной стоимости, ну, правильно. Есть такая игра, тепло, горячо, знаете, когда прячем что-то, очень тепло. Хорошо, времени у нас не очень много. Даю вам научное определение прибыли теоретической, политко-экономической. Прибыль это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. Опускаем все это превращенная форма, авансированный капитал, это форма прибавочной стоимости. Прибавочная стоимость это часть стоимости, а стоимость это затраты труда. Поэтому, если в этой замечательной социалистической экономике, вот, как и товарищи, которые хотят построить ее, да, она основана цель-то социалистического производства, просто замечательная, обеспечение полного благосостояния, всестороннее, свободное развитие всех членов общества. Если не поставить в центр угла прибыль, а прибыль это что? Затраты труда. И мы видим прибыль-то вот при капитализме. Как получится? Это вот правая часть, которая присваивается капиталистами. То есть для них прибыль, это действительно прибыль. Ничего не было, вдруг они получили прибыль. А для тех, кто создает ее, это что? Убыль. Ну да, убыль, можно сказать. Затраты их труда для рабочих, которые создают эту прибавочную стоимость, которая имеет форму на поверхности явления прибыли и которую присваивают капиталисты. и потом делится со всеми другими капиталистами, в том числе и с банкиром. Вот какая получается штука. Значит, возвращаемся. Значит, нужно поставить в огловый угол нечто противоположное. В теоретическом плане, в те годы, когда строили социалистическую экономику, ну вот пока мы следов не нашли каких-то таких четких. Но тогда стоял вопрос практический. Как строить? Это был конец двадцатых годов. Я немного повторюсь. Немного повторюсь. То есть, завершилось военное восстановление родного хозяйства и экономика советской России представляла из себя совокупность укладов, экономических укладов. То есть, с одной стороны, был государственный коммунистический уклад. Он как образовался? На основе национализации крупных производств, прежде всего, это произошло в начале восемнадцатого года, в течение восемнадцатого года. Были национализированы крупнейшие предприятия, образовался государственный уклад. И затем не просто, если государство, рабочее государство национализируют капиталистические предприятия. Они что, становятся общественными? Нет. Если они будут работать на рынок, на прибыль, это будет государственный капитализм. То есть, их нужно объединить планом и завязать на вот эту вот деятельность, которая связана со снижением труда на закон потребительной стоимости. И этот вопрос стал, как говорится, ребром в конце двадцатых годов, когда пошло бурное развитие строительства заводов, фабрик. И в экономике возникли масса противоречий и диспропорций. Это вы можете почитать. В истории нашей страны осталось такие явления, как ножницы цен, между ценами на промышленность, на промышленные продукты и сельскохозяйственные. Стал вопрос, а что дальше-то делать? И вот внутри большевистской партии возникла дискуссия, большая, принципиальная. С одной стороны, большинство центрального комитета в главе со Сталином, а с другой стороны, вот эти оппозиционеры. Там был и Троцкий, по-моему, Бухарин и так далее. И вот та, вторая часть, оппозиционеры говорит, да нет, там надо развивать на основе прибыли и прочего. Делать свободными цены. Ну это все тогда. Но пошли путем строительства вот этой новой экономики. То есть во главу угла поставили себестоимость, снижение себестоимости на основе роста производительности труда. То есть в ходе острейших дискуссий вот нашли то звено, за которое надо ухватиться. И оно отвечало сущности социалистической экономики. Хотя в теоретическом плане вот такого ясного понимания тогда еще не было. Во всяком случае сейчас пока мы следов не нашли. Вот это ясное понимание появилось в 70-е годы, когда социалисты был уже разложен, начался, точнее начался обратный процесс перехода от коммунизма в капитализм, который только завершился в конце 80-х, начале 80-х годов. Вопрос с товаром. Стоимость и бестоимость все равно мы включаем товар, основу. Пустите в нее рынка. Капиталистические предприятия были уплаты с товара сам, может встроили социалистический уплат. Себестоимость в товар все равно есть. Значит себестоимость этой категории не имеющая никакого отношения к товарному производству. Стоимость? Нет, не стоимость. Здесь такое явление. Значит многих смущает вот эта часть, слово которое называется стоимость. Значит социализм он вырастает откуда из капитализма, поэтому определенное время он несет в себе отпечатки, следы, остатки того общего из которого он вышел. Если брать точное диалектическое понимание, это моменты отрицания. Отрицание того общего, из которого он выходит, как момент. Что такое моменты вы знаете, да? Диалектические моменты. Противоположные движения. Да. Два противоположные движения в одном. Ну можно так понять. Момент, что такое моментальный, да? Вот так мимолет, нараспольте и исчез. Но оно есть как момент. И Маркс, и Ленин потом искали какие-то слова, которые выражали эту сложную философскую категорию и нашли отпечатки, следы старого в новом. И это еще выражалось даже в названиях. Потому что если возьмем документы той поры, экономические, хозяйственные, промышленные политики, государственные, мы увидим эти следы отпечатки. Себестоимость, да? Здесь слово стоимость. Но к стоимости она отношения уже не имеет никакого. Более того, капиталовложения были, капитальные вложения были. 30-е годы, 40-е были. К капиталу никакого отношения. Это же не капитал. Нет. А в названии осталось. Более того, я хочу сказать, если вы начнете смотреть финансовые, бухгалтерские документы, стат. отчетность современных российских капиталистических предприятий, у одних вы найдете термины, которые соответствуют капиталистическому экономике, то и сдержки производства. А у некоторых вы найдете себестоимость. Никакой себестоимости при капитализме нет и не может быть в принципе. И это уже следы социализма, отпечатки социализма, в нашем капиталистическом обществе сейчас. То есть вот дело не в зазваниях, а в самой сути. То есть стоимость – это затраты труда. И цель капитализма – максимизация части затрат труда. Прибыль это, мы только что это рассматривали. Вот она экономическая основа. Это максимизация части затрат труда выжимать соки из рабочих. А себестоимость или снижение себестоимости, правильно, оно к чему ведет? К снижению всех затрат труда. И там нет разделения принципов социализма, не прибавочного, не необходимого. Вот когда при капитализме четкое разделение труда на необходимый прибавочный, когда мы устраняем вторую вот эту противоположность, капиталистов нету, то нет смысла делить на необходимые прибавочные. Нет прибавочного труда, нет прибавочной стоимости, естественно, никакой прибыли. Потому что все достается членам общества. Дальше они там распределяют как нужно. То есть вот здесь такое дело. Поэтому себестоимость, снижение себестоимости, она основана на экономии. А экономия прямо противоположна затратам. И цель ставилась снижать эту экономию до поры до времени. Потом все опять вернулись на круги свои, потом все это перевернули и пошли по полным ходам, семимильными шагами капитализма. Давайте пойдем дальше. Так. Значит, капитал. Кто может дать определение понятия или понятия капитала? Самовзрастающая стоимость. Что это такое? Вот мудреный термин. Исхода не понять, наверное. То есть увеличивается капитал, денежный капитал вложения. То есть капиталист вкладывает в производство определенное количество денег, а потом они за счет прибавочной, извлечения прибавочной стоимости увеличиваются. Так. Ну вот хорошо, деньги. Вот капиталисты есть деньги, потенциальный капитал. Что он должен приобрести? Посредства производства. То есть постоянный капитал. Которые имеют форму при капитализме. Какого капитала? Постоянного. Постоянного капитала. И еще что он покупает? Переменный капитал. Переменный капитал. Это что такое? Наемная рабочая сила. Ну вот здесь ответы слушателя разделись на две категории. Первая совершенно правильно все это раскрыла. А вторая часть сказала половинку. Причем это я виноват, преподаватель виноват, поскольку я вторую часть умолчал. Поэтому переменный постоянный капитал, то есть постоянный капитал, это недостаточно сказать, что капитал вложенный в средства производства. А переменный капитал это капитал, на который приобретается рабочая сила. Есть еще очень важный момент. Это тот момент, на который споткнулась, скажем, политическая экономия до Маркса. Она не могла разрешить некоторые вопросы. В чем здесь? Что возможно это часть капитала, а не весь капитал. Понятно, что часть. Одна часть, на одну часть приобретаются средства производства, на другую рабочая сила. Маркс в одном из писем писал. Капитал это 3 тома, помнит. Вот такие, наверное. На руке они подержали. У меня на самом деле два открытия. Не все, что там Маркс написал, все принадлежит это открытию Маркса. Не два открытия. Первое это раскрытие двойственного характера труда, созидающего товар. А второе раскрытие тайной прибавочной стоимости. Вот тот вопрос, на которого споткнулась классическая буржуазная политэкономия. Вульгарную я даже не говорю. В чем здесь сложность? Мы это рассматриваем. Рассматриваем с другой стороны. Кто-то может? Мы на прошлый раз рассматривали, что капиталист получает способность к труду. И он оплачивает. А человек способен отдать больше, чем фактически. Вот. Вы на правильном пути. И этим пользуется капиталист. Он платит ему за только кусочек его способности, а остальные все его способности. Не оплачивает, а присваивает себе стоимость его способности. Вот и все. Нет, еще так. Чуть-чуть подальше надо. Погуже. Еще раз. Да. Вы на правильном пути. Очень тепло. Получается, что капиталист покупает изначально товар, который может создавать другие товары. В итоге происходит само взрастание. Вот как идет процесс созидания новой стоимости и переноса стоимости средств производства. Значит, вернемся к исходному. Значит, товар. С одной стороны, это потребительная стоимость. Полезная вещь. Благо. Потребительная стоимость, которая удовлетворяет те или иные человеческие потребности. А с другой стороны, это стоимость. Давайте логически рассуждать. Вот две стороны товара. Они противоположные. Как потребительные стоимости товары совершенно разнообразные. Невозможно сравнить. Источник бумажки, на котором пишут, ручку, телефон и так далее. А как стоимости, между ними всегда можно поставить на крайнество. Дело только в различии. Значит, мы можем предположить, что если товар, вот эта вещь материальная, имеет две стороны, то, соответственно, труд, за счет которого создается этот товар, тоже имеет двойственный характер. Так? Логично? Соответственно, вот эта сторона труда, как труда, созидающая потребительную стоимость, это есть конкретный труд. Ну, очень хорошее и понятное именование. Конкретный труд. Какую мы профессию не возьмем, они будут отличаться. Труд плотник отличается от труда слесаря, конечно. Труд слесаря от труда, там, шлифовщик отличается на заводе, отличается и так далее и тому подобное. Это конкретный вид труда. И все они создают различные, разнообразные потребительные стоимости. А с точки зрения стоимости, это единый общий труд, абстрактный труд, общечеловеческий труд. Вот двойственный характер труда. Запомнили это. А вот дальше перейдем к капиталу. Значит, капиталист покупает средства производства и рабочую силу. Средняются они в процессе производства. И что дальше происходит? А то, что конкретным трудом рабочий переносит стоимость средств производства на готовый продукт. Ну, называйте любую специальность рабочего сейчас. Ну, хорошо, давайте плотника. Вот он берет чушку деревянную, это средства производства. И молоток, топор, скажем, средства производства. И делает какую-то деталь. Новую. Соответственно, стоимость потребленных средств производства переносится на готовый продукт, на товар. А другая сторона присутствует? Абстрактный труд? Да. Присутствует. А что с ней? А вот абстрактным трудом он создает новую стоимость. Не потребительную стоимость, а стоимость, которая включает в себя эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость. Вот тот вопрос, который не могли разрешить до марса. Марс его разрешил. Очень логично. Здесь практически невозможно, что-то противопоставить. Поэтому, когда читаешь определенных, скажем так, деятелей, даже очень честных, добросовестных, которые пытаются найти источник вот этой прибыли, так, источник прибавочной стоимости, чего только не пишут. Плата за риск. То есть уходят какие-то моральные категории, какие-то, не знаю, там, производственные. Плоть до того, что, ну да, рабочий работает, получает зарплату на себя. А вот средства производства, колесики крутятся, они приносят прибыль капиталисту. Ну, совсем вроде как детская. Ну, конечно. А в марсе этот вопрос разрешил. Поэтому, говоря о переменном постоянном капитале, надо добавлять. Постоянный капитал – это та часть капитала, которая вложена в средства производства и не меняет своей стоимости в процессе производства. А переменный капитал – это та часть капитала, которая вложена в рабочую силу и которая меняет свою стоимость. То есть увеличивает стоимость, создает новую стоимость. Эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости. Вот такая тонкость. Можно сказать, что абстрактный труд – это есть время? Нет, конечно. Абстрактный труд – это труд, а время – это время. Другой вопрос – как измерить этот абстрактный труд, однородный, количеством этого труда? Количество времени. Давайте мы, я не с этой изменим, поскольку мы не докончили, перейдем к вопросу. Теперь у нас хорошо. В системе дистанционного обслуживания можно вопросы задавать. Там можно дискуссию, она развернулась уже, если вы не обратили внимание. Очень хороший. Вопросы хорошие, ответы замечательные. Александр Сергеевич Нехнаев задает вопрос. «Правильно ли, что закон стоимости – это закон, требующий, чтобы цену товара устанавливали по его стоимости, а стоимость – это воплощение абстрактного человеческого труда, по ней товары соотносятся между собой?» «Правильно ли, что закон стоимости – это закон, требующий, чтобы цену товара устанавливали по его стоимости, а стоимость – воплощение абстрактного человеческого труда. По ней товары соотносятся между собой. Мы, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы знаем все, кроме понятия «цена товара». «Цена – это денежное выражение о стоимости». «Совершенно верно». То есть, еще раз, мы на этом закончим, делаем перерыв. Значит, стоимость – это абстрактный труд, воплощенный товарем. Абстрактный, общечеловеческий, лишенный всех различий конкретных, измеряется он каким образом? Количеством этого труда. Но не такого труда индивидуального, потому что кто-то может потратить на изготовление одного товара столько-то время, этот другой – два раза больше, берется какой-то усредненный. Их называют общественной необходимостью за траты труда. Они вот так по жизни складываются на практике. Некоторые усредненные, общественные необходимые затраты труда. То есть, количество. И Александр Сергеевич все это правильно пишет. Но, получается, какая хитрость? В товарном производстве, вот мы сейчас опустились туда, на самую глубокую сущность, стоимость измеряется затратами труда. Но на поверхности экономических явлений, когда мы поднимаемся туда, ведь все по-другому. Это было хорошо. Мы возвращаемся к тому же Прудону, мелкобружазному социалисту, который говорил, так давайте измерять затраты труда. Замечательно. Пришли бы в магазин, и там бы мы увидели бы, что вот этот товар, столько-то... Человека часов. Да, человека часов, человека дней, человека минут вложены. А там что написано? Рубли. Рубли, да. Там что-то другое. То есть, хитрость этого товарного производства, ну и в целом и в частности, то, что вот эти экономические отношения, они проявляются через, во-первых, посредствующие извения, во-вторых, через вроде как отношения вещей. И вот это измерение затрат труда, измерение стоимости, происходит не напрямую через затраты труда, а каким образом? Через особый товар денежный. Стоимость любого товара, она измеряет свою стоимость через какое-то количество денежного товара, через какое-то количество денег. То есть, через определенное количество другого товара. То есть, совсем уж точно, стоимость товара измеряется, какого-то отдельного товара, измеряется через потребительную стоимость денежного товара. Видите, какая петрушка? То есть, вот это количество затрат труда, вложенное в товар, в стоимость товарного производства, необходимо измерять, измеряется через количество другого товара. Отсюда получается, что законом является не совпадение цен, а цена это совершенно верно, денежное выражение стоимости товара, а совпадение цены и стоимости это, наоборот, редкое явление. Бывает, наверное, но, как правило, все они вот так вот скачут туда-сюда. Вот такая проблема. Мы ответили на один вопрос, давайте сделаем перерыв. Эксплуатации-то у нас, получается, нет ее. Как-то нет. Девушки заявили, что у нас нет эксплуатации, но заявлять что угодно могут. Они же не товарные, да? Заявлять что угодно могут. Неполучную стоимость-то мы ее не получаем, не извлекаем. Прибыль же есть, есть затраты, есть выручки. Есть убыток. Как нам сказали, давайте я скажу. Есть убыток, ничего не правило. Значит, никакой эксплуатации, никакой прибыли. Значит, есть. Даже наличие убытка, тоже говорят, что есть извлечение прибавочной стоимости. А, да. Конечно. Только его нужно находить. Ну, сложный момент. Во-первых, у нас есть вывод капиталов, правильно, и вывод прибыли. Это массовое явление у нас в России. В том числе, одна из причин. Конечно. Вот наш дорогой центральный банк мне с начали года писал, ну, максимум 20-25 миллиардов будет вывод капитала из России. А теперь изменил прогноз. 55 миллиардов пишет. В долларах, в долларах. В долларах, конечно. Хорошо, но если эксплуатация, то это присвоение прибавочной стоимости, правильно? Конечно. Но если у нас ее, мы ее не создаем, эту прибавочную стоимость. У вас же ее распределили для вас? Почему вы не создаете? А как мы ее создаем, если мы? Так. Из-за того товара. Какой вы делаете? Нет товара, как вы. Значит, идет тогда перераспределение. То есть, получается, где вы все. Вторичное, троичное распределение. Потому что прибавочная стоимость создается на промышленном предприятии, так? Вот ее присваивает капиталист. Это первичное распределение прибавочной стоимости. То есть, получили заработную плату рабочие, так? И прибыль капиталист. Вот заработная плата, это вот 1,8, да? И 7,8 капиталист. Дальше пошло вторичное распределение. Можно так назвать. Вторичное распределение или перераспределение этой самой прибавочной стоимости. Взять рабочих. У него, скажем, налоги забирают? Налог на доходы физических лиц? Забирают. Отняли от него? Куда он пошел? Вроде как в государственный бюджет. А что такое государственный бюджет? Мы говорили об этом. Это общая казна капиталистов. Что делают капиталисты? Вот которые много получают этой самой прибавочной стоимости. Промышленные капиталисты. А дальше пошел это к веерам. Они должны заплатить зарплату, скажем, своим администрациям, генеральному директору, заместителям. Должны? Конечно. Даже специалистам, которые заняты непроизводительным трудом, но важным нуждом, тоже должны заплатить. Налоги с прибыли платят? Вообще, аксоль. Платят. Из этой прибыли он, капиталист промышленный, должен поделиться? С торговым капиталистом должен поделиться? Должен. С капиталистом, точнее. С банкирами должен поделиться? Да. Должен поделиться. Транспорт, вообще транспорт передвижения, у вас только пассажирские перевозки? В целом, да. Тогда это сфера услуг, тогда это получается перераспределение. Более конкретный. У вас там есть грузчики, которые занимаются... У нас нет, это аэропорт. Или только аэропорт, аэропорт. Нет, это разные предприятия. Самолет грузится? Какие-то, например, багажи? Грузит. Это грузчики? Аэропорт. Это грузчики? Да. Значит, там уже создают неопустим? Нет, это не... Потому что грузчик, он перекладывает. В общем, смысл такой, что по всей системе идет распределение и перераспределение этой самой пребывочной стемности. Потому что... Ну, даже такой простой пример. Вот театр. Балет «Лебединое озеро». Балерина. Замечательно, да? Если театр коммерческий, есть там директор, хозяин, он получает прибыль. Получает прибыль? Да. Получает. Источник этой прибыли непосредственно. Вот пришел рабочий в театр. Заплатил денежку, билет. Это источник доходов владельца театра. Пришел капиталист, заплатил. Ну, капиталист откуда доходы? Из пребывочной стоимости. Тоже заплатил. То есть первая вот эта, так сказать, часть. А если туда дальше копнуть, мы опять придем вот к этому самому исходному. Что у капиталиста источник прибавочной стоимости, а у рабочего это заработная плата. А все остальное, вот это распределение и перераспределение, это первичная прибавочная стоимость. Хорошо. Вот в общак, капиталистическую общак, это государственную казну, попали вот эти деньги от прибавочной стоимости капиталистов, от зарплаты рабочих налоги поступили. Из этого государственного бюджета выплатили заработную плату врачам. Так? Это что такое? Например, перераспределение прибавочной стоимости. Врачи пошли в магазины, так? Заплатили капиталистам, торговцам. Вот пошло, 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 поехали. То есть вот такая система. Получается, ваша фирма, это просто часть вот этой вот большой цепочки. Да. Они уже участвуют не в основном капитале, а в основном фраге. Ну, условно посчитать можно, почему же? А что если, например, посчитать в имя бухгалтерской члены? А вот тогда не знаю, как вы посчитаете. Например, я знаю заработную плату от работника. Ну, вы знаменатель посчитаете. И знаете, сколько он, допустим, делает операций по обслуживанию, допустим, столько-то за день, пять. Так, а что он даст? Столько-то за месяц. Как же что-то, да. И посчитать на примере конкретного норма. Значит, норма прибавочной стоимости, отношение прибавочной стоимости к заработной плате. Ну, заработную плату вот вы посчитать можете. Фонд заработной платы. Годовой, месячный, как у вас получится? Как посчитать нужно? А прибавочную стоимость? Ну, может, из-за такой статистики, если она есть. Это либо бухгалтерская, либо финансовая. Ну, если нет, я даже не знаю, где найти. Значит, как раз того, что по предприятиям, где только распределенная прибавочная стоимость, получается, и по ней, если прибавочную стоимость распределяют от исхода, да, то получается и эксплуатацию тоже распределяют. То есть, получается, ну, мы же можем подсчитать эксплуатацию только от прибавочной стоимости, а она, соответственно, промышленность. Но, например, там в банках это уже распределенная прибавочная стоимость. То есть, и получается, они как бы переносят эту эксплуатацию. Да ты мне знаешь, какая там эксплуатация в банках? Ну, не конкретно у банка, а они не эксплуатацию переносят, они можем понять, сколько части прибавочного труда у рабочих промышленных предприятий воплотил банкир. Да, но мы в формуле как раз вы считали, там, 700 процентов, да, примерно, эксплуатация получила. Как вот эти две вещи срастить? Есть небольшая несостаковка. Если логистическая компания только перераспределяет баночный банк, где же тогда необходимое рабочее время у нее сотрудника? Когда, получается, он просто тратится никуда? То есть никуда? Тратится на поддержание рабочих сил, на восстановление их рабочих сил. То есть работники есть в логистической компаниях, они не создают уже прибавочную продукцию, они просто заняты в перераспределении прибавочного продукта, который был получен. Нет, если они товары перегружают, это производительный труд, и они участвуют в создании прибавочной стоимости. А если товары, если вот людей, например. Людей нет, да, они участвуют в перераспределении, созданной. У водителя работает, у него необходимое рабочее время должно быть. Условно посчитать можно. Но, строго говоря, прибавочная стоимость создается в сфере материального производства. А в таком случае они ничего не создают в перераспределении прибавочного рабочего продукта? Строго говоря, нет. Но они участвуют в перераспределении. Но они создают в своей перевозке. Они оказывают услугу. Они оказывают услугу. Совершенно верно. Они заняты в производственной цепочке, все равно человеку нужно добраться, допустим, от пункта А, Б, от дома, от завода. Он участвует все равно в производстве. Совершенно верно участвует. Но не непосредственно, а посредственно. Посредственно, да. Это не значит, что он плохой, нехороший и так далее. Я с вами полностью согласен. Но источник доходов капиталистов, владельцев логистической компанией, это прибавочная стоимость, которая создается в сфере материального производства. Вот и все. Вы говорите, что они действительно как-то работают в любые. Потому что перераспределяя, они тратят еще на рабочие деньги. Нет, не так. Разделим, как говорится, мух от котлет. Вот создается прибавочная стоимость. Она создается в сфере материального производства. Затем идет ее перераспределение. Мы можем полагать или предположить, что вот часть прибавочной стоимости, которую создали там, на каком-то заводе, на заводах создали, попала в руки капиталиста, который занимается сферой услуг. Попала услуг. Реально попала. И он оказывает определенную полезную деятельность. Как цепочки, оказывается, только называется она услуга. У него он нанимает работников каких-то, так? Выплачивает заработную плату, оплачивает арендные платежи, топливо и так далее, налоги оплачивает. И у него остается еще и прибыль. Мы можем посчитать здесь по этой формуле, ну, словно, норму эксплуатации на данном предприятии. Конечно, можно. Если он получил прибыль такую, а заплатил заработную плату такую, здесь ничего не меняется в этом плане. То есть, откуда она появилась у него, это второй вопрос, это источник. Но она у него есть по факту. Понятно, что это промышленные капиталисты. То есть, они делят одну и ту же прибавочную стоимость повышенного заработка. Именно. Они тоже тоже, да, часть прибавочная. Они ее делят, да. Капиталисты делят между собой, да. Просто получается, это как... То есть, один промышленный капиталист уступает тем капиталистам, ну, без услуг, которые он не может обойтись. И банкирам. Я вам приводил пример. Вот взял промышленный капиталист кредит в банке, так? Они общаются. Он взял... Ну, кредит это временное судо. Он потом ее вернул. И при этом заплатил банковский процент. Банковский процент это что такое? Это часть прибавочной стоимости, да. Часть прибыли, которую промышленный капиталист уступает банкиру. За то, что тот оказал ему вот такую услугу замечательную. Источник этой банковской проценты какой? Прибавочная стоимость, которая создается на заводе этого промышленного капиталиста, который взял кредит в банке. В банках она не создается. И вообще формула капитала, движения капитала банковского, самая фетишизированная. Деньги-деньги штрих. Деньги, порождающие деньги. Сами по себе. Если в всеобщей формуле капитала мы можем где-то догадаться, что такое всеобщая формула капитала? Деньги-деньги штрих. То есть можем догадаться, откуда получилось вот это приращение денег. А вот в среднем звене, где капиталист купил какие-то товары, что-то там сотворил, не получил прибыль. А в движении банковского капитала это вообще нет. Деньги, порождающие деньги. Деньги, породили другие деньги. Замечательное дело. И ни одного рабочего в банке не найдете. Там сплошь клерки сидят. Знаю, проверено. Заработная плата. Практически все ответили совершенно правильно. Кто может сказать, что такое заработная плата? Надо закрывать. Денежное выражение стоимости товара рабочей силы. Пожалуйста, кто-то один. Давайте. Вы первые начали. Денежное выражение стоимости товара рабочей силы. Вот четки длинная такая формулировка. Она понятна. Здесь у нас получается четыре категории. Денежное – это деньги. Денежное выражение стоимости товара и рабочая сила. Мы можем взять скальпель и разделить на четыре части. Денежное выражение стоимости товара и рабочая сила. Что такое рабочая сила? Рабочая сила – это способность... Человек – это труда. Условия капиталистического производства. Она становится товаром, который можно продавать. То есть мы до сих пор... Вот она идет развитие товарного производства. С чего началось? Товар – это вещь. Да, и пошло, поехало. Но на определенном этапе развития товарного производства рабочая сила становится товаром. Рабочая сила – это же не вещь. Нет, это свойство. Свойство – это человек, и человек – это не вещь. Поэтому иногда называют товар особого рода. Ну, потому что носителем этого товара, рабочая сила, является живое существо, а не вещь. Значит, рабочая сила – способность человека к труду. И как мы потом выяснили, раньше и сейчас повторили, способность создавать больше, чем мы прикладываем. В условиях капитализма создают стоимость больше, чем она самостоит. Значит, поскольку это товар – рабочая сила особого рода, соответственно, и стоимость этого товара тоже, назовем так, особого рода. В чем она заключается, стоимость товара – рабочая сила? Это вот такое своеобразное выражение. Стоимость товара – это труд, воплощенный, заключенный в товаре. Поэтому, по аналогии, это совершенно неправильный метод, но воспользуемся. Значит, стоимость товара – рабочая сила. Первое – это стоимость тех средств существования, которые необходимы для воспроизводства рабочего семьи. Причем речь идет о нормальном существовании, нормальном, а не каком-то минимальном. Ну и последнее – это денежное выражение. Денежное выражение, то есть выражение в каком-то коллекции денежного товара. Это вот та проблема, которую мы рассматривали где-то полчаса назад. Вроде как сложно, но вот это необходимо постигнуть, потому что массы пытаются нам вложить в голову, что заработная плата, скажем так, апологеты буржуазом строят – это плата за труд. Один слушатель так написал – заработная плата – плата за труд. Вот это правильно или неправильно? Почему? Кто может пояснить? Кто попробует? Ну, мы практически все сказали. Если труд был заниматься как конкретный объект, изготовленный вещь, товар, то выходит, под этой логике, он продавец какого-то товара, как логи буржуаза, то есть он владел этим товаром, он его продал. В данном случае это не так? Ну так. Он продал свой труд. Только как он его продал? За какую он строил? Конечно. Это поединение. Он может продать свой труд за миллион, а это вот только столько ему дадут, и все. Поэтому он должен продавать свой труд только по той стоимости, которую ему дают капитал, а он ему дает минимальную оплату. То есть на поверхности экономических явлений заработная плата выступает как плата за труд. На поверхности. А фактически? Это затраченное получение. А если туда капнуть поглубже, конечно, эта плата не за труд. Капиталист покупает способность труду и использует ее на полную катушку. Выжимает все, что считает нужным. Так, мы закончили с этими вопросами. Можем перейти, если у вас пока нет вопросов, или вы думаете, перейти к вопросам слушателей, которые поступили письменно. Вопрос от Владимира Анатольевича Богинского. «Кто в современной России является пролетариатом?» У него целая мысль. Прошу внимательно послушать, и нам надо послушать. Пролетарий. Это человек, пролетариат. Это человек, который не имеет в собственности средств производства. Точка. И поэтому он не может жить на прибыль с капитала, а вынужден продавать свою рабочую силу. То есть пролетариат – это человек без квартиры, машины, дачи, электро- и бензоинструменты в земле и так далее собственности. Но ведь сегодня почти у всех есть частность собственности. Квартира, машина, дача, земля, компьютеры и так далее. И при желании человек может использовать эту собственность, чтобы получить прибыль, то есть превращать деньги в капитал. Вот такая мысль выражена. Там были ответы, кстати, совершенно правильные. Я могу сейчас зачитать, а потом все-таки надо обсудить здесь как минимум три проблемы или три вопроса, которые надо, скажем, уточнить, мягко говоря. Отвечает Александр Сергеевич Неснаев. Это люди, имеется в виду пролетариат, которые занимаются материально-производительным трудом, создают материальные ценности, класс рабочих. И этот вид деятельности должен быть основным. Если вы, ну здесь это мы пропустим, значит, бензопила это не средство производства, это не серьезно, дача тоже и так далее. Пролетарий живет своим трудом, нанимаясь к владельцу средств производства. Получаемые незначительные дополнительные средства из других источников значения не имеют. Вот такой вид. Как мы отреагируем? Кто такой пролетарий или пролетариат? Что понимает пролетариат? Это фабрично-промышленные. Люди, которые продают свою способность к труду. Именно материальное производство. А тут прав. Люди, которые должны создавать материальные какие-то товары, но при помощи продали свои способности к труду. А если таковых нету, тогда капиталист не получает свой капитал. Это все пролетарии, если ты продаешь свою способность к труду тоже? Ну, исторически, откуда термин пролетарий появился? Ну, времена еще, по-моему, рабовладелье, да? Буквальный перевод, если неимущий, лишенный собственности. Ну, вместе с развитием жизни меняется содержание этих терминов. То есть условия капиталистического производства. Под пролетариатом понимается, и в данном случае Александр Сергеевич не знаю, совершенно прав. Это класс рабочих. То есть те, кто занимается материально-производительным трудом, создают материальные ценности. Здесь рассказывают такую историю, которая случилась 150 лет назад. В Карл Маркс и в Среди Хенгельс написали манифест коммунистической партии. Это был 1848 год. И вот там, если вы почитаете, маленькая, тоненькая книжка, в основном они используют термин в понятии пролетариата. А ведь правильно сказали, если в широком плане понимать, пролетари, неимущий, лишенный собственности. Сколько у нас сейчас таких? Даже в нашей жизни. Зачем? У нас лишены собственности почти все. Трудящиеся. Не только рабочие, которые занимаются материально-производительным трудом. И через 40 лет, готовя английское издание манифеста коммунистической партии, уже Карл Маркса не было, Фридрих Хенгельс сделал специальную сноску. И написал. Вот то, что вы сказали. Под пролетариатом понимается класс современных наемных рабочих. Дальше добавил. Которые лишены своих собственных средств производства и вынуждены продавать рабочую силу. То есть здесь два критерия получается. То есть пролетариат – это класс рабочих. Первое. А рабочий – это тот работник, который непосредственно создает материальные блага. Неопосредственно, а непосредственно стоит у станка и создает вещи. То есть материальный производительный труд. И в условиях капитализма второй критерии они лишены своих собственных средств производства и вынуждены продавать свою рабочую силу. Совершенно правильно сказать. В связи с тем, что в современном обществе появляется очень много роботизированной техники и так далее, получается, самого пролетариата становится меньше по этой логике. В том смысле, что сам конкретный человек не создает материальные блага, а место у него создает уже робот, например. И само это производство уже получается человеком. Это одна тенденция. Мы с точки зрения диалеки должны видеть и другие тенденции. А вообще ростов объемов производства нет? Во-вторых, нужны рабочие, которые будут непосредственно обслуживать, ремонтировать и прочее. А это относится как непосредственно материальным благам? Критерий производительного труда очень простой. Это непосредственное воздействие или изменение вещи. Непосредственно. То есть два момента. Первый. Воздействовать на вещь не на человека, не на что, а на вещь. И непосредственно. Станок. Робот это вещь? Вещь. Если вы подошли и роботы там грубо внутри отверточки подкрутили, подправили что-то, масло завели, вы непосредственно воздействуете на него. Это значит рабочий. Вот и все. Он очень простой критерий. Дальше идем. Вот вторую мысль высказал тот, кто же дал вопрос Владимир Анатольевич. Значит, пролетариат это человек, который не имеет собственности средств производства. Это правильно. Ибо этого не может жить с прибыли, а на прибыль с капитала, а вынужден продавать свою рабочую силу. Вот эта мысль правильная, но половинка. Смотрите, товарное производство, капиталистическое производство, это этап развития товарного производства. И вообще, даже в современной, самой развитой капиталистической стране есть два сектора, два уклада. есть капиталистический, капиталисты осуществляют наем рабочей силы, и мелкотоварный. Кто такой мелкий товаропроизводитель? Сам производитель, сам продал. Это человек, который имеет свои собственные средства производства, на них работает, выпускает какие-то товары и на рынок продает их. Это мелкий товаропроизводитель. Поэтому здесь надо вот такую развилочку сделать. то есть если человек имеет свои средства производства, то есть не обязательно он будет жить с прибылью на капитал. Это капиталисты только живут. А если он будет сам работать, производить товары, это будет мелкий товаропроизводитель. Ну и конечно третье, о чем идет речь? Что такое средства производства? Мы это уже несколько раз в основном материала? Станки оборудования производственной площади и уже... Ну как пример совершенно правильно. В строгом научном плане средства производства входят орудия труда и предметы труда. Предметы труда это то, на что человек воздействует при помощи орудий труда. Орудие труда это активная часть средств производства. Как правильно сказали, станки, инструменты и так далее. То есть когда идет речь о средствах производства, вот о тех инструментах, вещах, на которые воздействуют, через которые создаются вещи, продукты. Поэтому ни квартиры, ни дачи, ни машины они не являются строго никакими средствами производства. И даже электро- и гензоинструменты есть ли у рабочего, настоящего рабочего, который на заводе рвется 8 часов, есть дома бензопила. И он свободно от работы время основное ходит, дождет, подрабатывает кому-то, пилит дрова. Вот Александр Сергеевич Нехнаев правильно сказал, что пролетарий живет своим трудом, нанимаясь владельцу средств производства, а получаемые какие-то дополнительные средства значения в данном случае не имеют. Это совершенно правильно. Так. Не является ли он в этот момент виноват буржуа? Не является. То есть он, если он подрабатывает для дрова своей пилы, средства производства есть? Это вопрос, который мы можем, говорится, поспорить, даже провести какую-то границу. Правильно? Если для него доходы, которые труд, соответственно, его и доходы, которые он получает от того, что ходит с бензопилой перед дрова, является основным источником, то он мелко товар производит. Наверное, так. А если его основной источник доходов заработная плата, которую он получает на характеристическом предприятии, от продажи рабочей силы, ну, конечно, наемный рабочий. Это какой-то дополнительный доход. Это частный вопрос, и здесь нет каких-то жестких границ. наверное, вот такой подход должен быть. Так, идем дальше. Вопрос от Андрея Морозова. А, может, свой вопрос? Конечно. Получается, да, что, если самые-самые крутые капиталисты, получается, переносят свои производства в страны третьего мира, да, вот, в их непосредственной стране, получается, нет пролетарь, ну, в этом мусском смысле, то, так, когда получается вести, ну, в другую говоря, пропадали, что, пролетарий, как раз, строили коммунистическое общество, если в другую говоря, образованные люди, которые, ну, могут, знакомятся, как бы, вот этой части мира, как бы, рабочие, которые, именно, в институте пролетарии, они в другой части мира, да, не знаю, работают на копейки, силы нету, ничего изначально. Вот эту проблему мы будем рассматривать, этот вопрос. В следующем семестре у нас тем будет ступень развития капитализма. Нет, я вкратце расскажу, поскольку есть вопросы, есть проблемы. Капитализм вырастает на базе товарного производства, и первая, ступень, которая получила название в истории капитализм свободной конкуренции, а затем он перерос. Монополистический капитализм, или империализм. Так вот, одна из характерных средств монополистического капитализма – вывоз капитала. Если для капитализма свободной конкуренции был характерен вывоз товаров, когда в стране на капиталистических предприятиях производят товары, их вывозят, это называется экспорт-товар. То в эпоху империализма появляется явление вывоз капитала. Когда капиталисты этой страны, большой, громадный, вывозят капиталы, проще говоря, В какой-то другой стране, в зависимости, строят завод, нанимают рабочих этой другой страны, эксплуатируют их, присваивают прибавочную стоимость и вывозят. Конечно, такое явление есть. Ну, а что это, чем это мешает вести, скажем, пропаганду? Никак не мешает. Во-первых, какие-то рабочие заводы остаются однозначно. Во-вторых, вы видите, в той стране, где не было заводов, не было рабочих, теперь они появились. Вот здесь меньше стало рабочих, там стало больше. В принципе, это же ничего не мешает, конечно. Идем дальше. Вопрос Андрея Морозова. Можно ли говорить об эксплуатации наемного труда в рабовладельческой формации, как об одном из источников возникновения допотопного неразвитого капитала той эпохи, пусть и не как в самом основном. Существовал ли вообще наемный труд тогда? Ведь свободный и освобожденный был. Кто высказит твою позицию? Понятен вопрос, да? По-моему, в рабовладельческом устрое раб считался именно как часть семьи, был неотъемлемевой частью. И как таковой раб не считался свободным человеком? И как таковая зарплата ему не нужна была быть? Ну, то есть, в смысле эксплуатация, то есть, он же ничего не получается. Насколько я понимаю, раб вообще не считался человеком. Да, да. Ну, вот автор здесь правильно ответил, по сути дела. Речь идет об допотопных, неразвитых формах капитала. Ведь товарное производство, когда начало развиваться? Возникло когда? В эпоху разложения первобытного общинного строя. Так ведь? Вот появление племен земледельческих и скотоводческих. Вот появился обмен товара, появились товары. Но не они определяли лицо, скажем, данного способа производства. Рабовладельческий способ производства, что основное? Это рабовладельческая латифундия, да? Где все производилось внутри там. И рабы были лишь орудиями труда, но говорящими. Но товарное производство, где-то вот между латифундиями, оно возникало, существовало, потихоньку двигалось, развивалось. Поэтому можно назвать какие-то допотопные, неразвитые формы капитала. Так что, скажем, ростовщический капитал феодального века, очень, скажем, был сильно развит, так? Это вот неразвитая форма капитала. Да, наверное, так можно ответить. Так, к области политической экономии потребитель... Вопрос Юрия Федоровича Ефимова. К области политической экономии потребительная стоимость относится лишь тогда, когда она сама выступает как определенность формы. Маркс. Расскажите, пожалуйста, смысл выражения определенность формы. Похоже, этот термин взят из логики, которую мы еще не прошли. В словарях такого термина нет. Хочется понять смысл этой фразы. Ну, если Маркс написал, значит, правильно написал. Определенность формы. Определенность, кстати, мы с вами, по-моему, на прошлом занятии немножко прошли. Есть такая категория определенность. Науки-логики, это первый том. Самое начало. Помните, становление, не бытие, взятое в бытие таким образом, что конкретное, целое имеет форму бытия, называется определенностью как таковой. Вот появляется определенность. То есть смысл такой, что вот есть бытие, вот как Гегель идет рассматривать, вот бытие и отрицание, да, не бытие. И вот он идет, идет, идет. И определенность одна из ступеней этого саморазвития. А форма, это категория уже тоже первого тома, но второй книги. Учение сущности. А сущность у нас есть отрицание бытия, да, и сущность отрицает все бытие. Не просто как ничто отрицает бытие, а отрицание всей сферы бытия. И форма там появляется, как один из этапов саморазвертывания сущности. Это получается у нас определенность сущности. Вот так вот. То есть, смотрите, здесь какая хитрость у Гегеля. С бытием вроде все понятно. С бытием вот непосредственно взяли, вот все, что мы хватанули сейчас здесь, это бытие. Есть какое-то отрицание моего отрицания. А сфера сущность такая хитрая, что вот очень тяжело. Это мы должны все отрицать, вот это бытие. И как это понять? И рассматривать отрицание. А как мы можем вот это отрицание ухватить? Его надо отрицать. Так? Только таким же можем. И вот форма один из этапов вот этого отрицания сущности и движения вперед. Но. Ведь нельзя идти таким путем, что здесь вот положить, скажем, науку логики, а здесь там система экономических отношений. Вот так вот. Перевиснули страницу. Бытие. А что у нас здесь? Система экономических законов и категорий к бытию относятся. Товар? Ну давайте попробуем товар. И дальше пошли, пошли, поехали. А такие попытки, кстати, в советское время были. И в известной степени они удачные, потому что, скажем, капитал Маркса, он же основан на методе Гегеля. Вот. Ну, на самом деле не так получается. То есть Маркс брал конкретный объект, капиталистический способ производства, и уже зная, понимая, прекрасно владеет Гегельской идеалетикой, как методов, вот исследовал. А метод, я напомню, значит, что такое метод диалектики. Вы проходили на занятиях? Метод. Это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета. Замечательная формировка. Значит, мы возвращаемся к этому вопросу. Еще раз, что сказал Маркс? К области политической экономии потребительная стоимость относится лишь тогда, когда она сама выступает как определенная форма. И тебе еще раз, что такое потребительная стоимость? Полезность вещи. Нет, не полезность вещи, точнее. Это сама полезная вещь. Сама полезная вещь. Благо. Так ведь? То есть вот мы берем какую-то вещь, полезную вещь. Это благо. И в этом плане она выступает потребительной стоимостью. Любую возможность. Вот это благо. Скажите, пожалуйста, в капиталистическом обществе можно сказать, что это потребительная стоимость, благо? У нее какие-то свойства удовлетворять такие-то человеческие потребности. Можно, да? Писать это. В коммунистическом способе производства ручками пользуются? Таким? Пользуются. Свойства как потребительная стоимость такие же? Таким. Ничем не отличается? Ничем. Это с точки зрения потребительной стоимости. Вот если ее взять само по себе, вот как выдрать и посмотреть. А есть еще экономическая форма в этой потребительной стоимости. В условиях товарного производства, товарно-капиталистического производства это коммуническая форма, что? Стоимость. Ну, значит, ламерная стоимость, из-за ней скрывается стоимость. В условиях коммунистического способа производства это другая определенность. Вот о чем мы говорили. Это связано, так сказать, с снижением экономии затрат. Не затратами труда, а экономией этих затрат. То есть вот я так бы ответил вопрос, что вот это, то есть потребительную стоимость, как вот благо, как свойство удовлетворять те или иные человеческие потребности, политическая экономия само по себе не изучает. Это предмет исследований других наук. Макс писал, это предмет исследований товароведения, например. А потребительную стоимость политическая экономия изучает только вот как вот в определенности формы экономической. Она разная бывает, в разных способах производства. Так, Кирилл Алексеевич Зотов. Скажите, кого мы можем считать пролетариатом на современном этапе в нашей стране? Ленин сформулировал два тезиса. Первый из них гласит, что социалистическая революция возможна в отдельно взятой стране. И второй тезис, что именно городские и вообще фабрично-заводские рабочие будут авангардным революцией. Но тут же возникает противоречие. Ведь на современном этапе большинство фабричных товаров произведены в Китае. То есть в нашей стране количество фабричных рабочих, занятых производством товаров, около 20% от общего числа работающих. Отсюда можно сделать вывод, что революция в нашей стране невозможно. Прошу вас раскрыть этот вопрос. Как можно ответить на него? Я вообще, честно говоря, не вижу противоречия даже 20%. Если они имеют в экономическом секторе промышленность, то они могут, собственно говоря, и провести революцию, поскольку промышленность все равно есть. Конечно. У нас было 3 миллиона промышленных рабочих в российской неделе. 3 900? 33? Да. А на данный момент сейчас там 25-27, да, по последним там миллионов промышленных рабочих. Так что не было. Было авангард, который всех остальных завел. Остальные поддерживаются. Массы, они тянутся за авангардом. Уже массы трудящихся у нас колоссальное количество. Недовольных, скажем так. Ну, любых обязательств. Ну, давайте разберем я тоже немножко пока вопрос не понимаем. Значит, Ленин сформулировал два теза. Первый, что социалистическая революция возможна в отдельной взятой стране. Совершенно верно. История подтвердила. Практика. Более слабое звено прорвалось в Советской России. Ну, и что из этого? И дальше вот Кирилл Алексеевич пишет, что на современном этапе большинство фабричных товаров произведены в Китае. Ну, и что из этого? Китай не собирается революцию делать. То есть, в нашей стране количество фабричных рабочих около 20%. Отсюда можно сделать вывод, что революция в нашей стране невозможна. нет. Во-первых, я полностью с вами согласен. Вот вывод Ленина о том, что революция, социалистическая революция возможно в отдельной взятой стране нельзя же так понимать, что в отдельной свершился еще, больше ниги не будет. Нет. Сегодня в этой стране, завтра в другой, послезавтра в третий. На следующий день в какой-то стране контрреволюция произошла. Произошла. И вот идет такой процесс. характер современной эпохи. Эпохи перехода от капитализма к коммунизму во всемирном масштабе. Эпохи периодов революции и контрреволюции. Это же понятно, да? Ну давайте историю вспомним. Самый яркий пример. Вот буржуазная революция во Франции. Сколько было революций и контрреволюций пока капиталистический строй во Франции вот так не утвердился более-менее крепко. Три или четыре, правильно? Это жизнь такая. Понятное дело. Что касается количества рабочих. 20% значит мне довелось считать эти цифры. Значит наша официальная статистика Росстат дает количество рабочих я в прошлом году считал по данным 2018 года было 26 с половиной миллионов рабочих. Ну там есть хитрости и тонкости кто не причастен туда к рабочим включает наша статистика наоборот денег на работу не включает но даже по минимуму у меня получалось ну 24 где-то 23-24 миллиона точно рабочих есть. Совершенно верно в 2017 году фабрично-заводских рабочих было около 4 миллионов этого было достаточно чтобы совершить революцию и повести за собой тех остальных. Что касается фабрично-заводских рабочих городских вообще фабрично-заводских промышленных рабочих промышленности последнюю статистику я видел Росстат издает сборник промышленности России и до 2005 года давал данные количество рабочих промышленностей значит в 2004 году их было 9 миллионов промышленностей потом эти данные исчезли видимо Росстат считает что работе промышленности нет или это не нужно вполне конечно достаточно хотя если речь идет о революции то мы должны понимать что есть объективные условия которые есть по простому не все еще российская буржуазия у нас уничтожила не все заводы должны быть субъективные условия субъективный фактор это наличие авангарда партии так и это тоже недостаточно еще должна быть революционная ситуация здесь много должно накладываться а как пойдет жизнь вот она жизнь и покажет может вам говорили на лекциях интересный факт истории 1916 1916 год владимир лень находится в эмиграции в швейцарии выступает перед швейцарскими студентами и говорит вот мы старики не доживем до революции это вам придется молодым это какой год 16 ровно через год в россии процесс две революции сначала буржуазная революция затем социалистическая то есть как пойдет жизнь здесь конечно гадать нельзя там был теоретик и там была партия чуткая они знали что делали и постоянно теоретизировали и он создавал вектор движения а вот то что у нас нет яркого вектора движения это очевидно стараемся очевидно все может заменится хоть завтра противоречие что на современный пакет большинство фабричных товаров произведены в Китае никакой противоречия не вижу огромная страна сколько там миллиард 400 миллионов да у нас 140 миллионов 10 раз больше ну понятно если у нас каждому пара наскольств 280 миллионов там 10 раз больше произвести понятное дело что в Китае это так идем дальше Арина Леонидовна Кушнир здравствуйте как в социалистической экономике рассчитывается себестоимость если производство не товарной и стомостей нет ну мы это обсуждали вопрос то по названию себестоимость это новая категория она не присуща товарному производству ну вот получилось так исторически что там вот этот корень стоимость присутствует на самом деле совсем другой а как рассчитывается то есть сидят бухгалтеры считают здесь принцип надо понимать который я повторяться не буду что все категории все показатели которые отражают категории экономические капитализма они затратны и по своей сути и стоимость затратна и прибыль затратна и увеличение прибыли есть означает увеличение затрат и именно прибавочного труда наемных рабочих а себестоимость снижение себестоимости это в целом показатель антизатрата как вот не крути вот к снижению себестоимости к снижению затрат труда а если снижение затрат труда тогда что мы можем делать если уменьшаются затраты труда уменьшается рабочее время правильно вот оно рабочее время если уменьшается рабочее время то что можно делать Увеличивать свободное время. А свободное время это главнейший фактор для свободного всестороннего развития членов общества. Так, Иван Михайлович Разумовский. Рабочий день при капитализме в условиях пандемии и перевод на удаленную работу в онлайн интернет ужесточит эксплуатацию, переработку, понижение зарплат в России или вызовет максимальный социальный подъем для борьбы за свои права. Какие мысли? Для рабочих-то удаленки никакой быть не может. Совершенно правильно. Со станком домой не отпустят, это, конечно. Дома простая. Вот у меня в связи с удаленкой появилось свободное время, и я здесь. Да. Это очень хорошо. Свободное время это хорошо, и очень многие. Поэтому эпидемии, стихийные бедствия всегда были, есть и будут. То есть они непосредственно никак не влияют на эти экономические отношения. И совершенно правильно сказали. Никакого, не то что массово, вообще даже единичных случаев перевода рабочих на удаленку в принципе нет. Поэтому ужеточение эксплуатации, она определяется другими факторами. Конечно. Тут имеется в виду тех, кого можно это принести. Инженеров, строителей, кто делает. Последний здесь связанный вопрос. В средствах от Сергея Владимировича Высокурских. В средствах массовой информации появляется информация о том, что коронавирус это якобы проект неких влиятельных капиталистов, например, Билла Гейтса. Направленные на уменьшение численности населения Земли по причине нехватки ресурсов для комфортной жизни. Правильно ли будет объяснять приверженцам таких взглядов, что согласно Марксу, наоборот, чем меньше ресурсов на Земле, тем больше обнищавших рабочих. В скобках свободных рабочих рук. Тем сильнее они конкурируют между собой, тем лучше для капиталистов, так как можно продолжить уменьшать реальное содержание заработной платы, а значит увеличивать прибавочную стоимость. То есть увеличение численности бедного населения только помогает капитализму и капиталистам, как персонифицированному капиталу. Следует так, пандемия коронавируса не может быть проектом капитализма с целью уменьшить численность населения Земли. О как. Какие мысли? Нет, я согласна, что увеличение численности обедневших населения выгодно на руку. Создаются условия, когда ты не имеешь работы, тебе предлагают маленькие деньги, ты соглашаешься. Ну, слишком много тоже не нужно обедневшего населения, потому что это чревато... Да, так правильно, но это прекрасно все это варьируется и смотрится. Пандемия сейчас очень важна. Это все равно, что замена войны. То есть разрешение кризиса может либо в тотальном обнищении нас, либо разрешиться в войне. Пандемия способствует тотальному обнищению нас. А для чего, с какой целью? Пандемия с решением кризиса. Как сказать? Вот давайте здесь вот, у меня два момента. Нет, это выглядит о том, что обнищение... Вот откуда появляются обнищавшие рабочие, свободные рабочие руки при капитализме? То есть наличие резервной армии труда, именно так оно называется, да, безработица. И это не какое-то искусственное творение. Она вытекает из объективных экономических законов капитализма и потребностей накопления капитала. То есть вот есть капитализм, обязательно есть, будет резервная армия труда. Иначе быть не может. Но как она влияет на тех, кто работает, это все прекрасно знаем. И понятное дело, что если вот стоит рабочий где-то, работает, у него за спиной один рабочий. Или сто рабочих готовы прийти. Конечно, здесь и конкуренция между самими рабочими и так далее. И это лучше для капитализма. Алис совершенно прав, автор вопроса. А вот насчет того, что меньше ресурсов на земле, ну вот это я бы поспорил здесь. Это вот любимая тема буржуазных апологетов. Она еще идет от известного экономиста Мальтуса, который, образно говоря, говорил, что население земли растет геометрической прогрессией, а средства существования, которые может поставлять экономика, промышленная, идет в арифметическое. Вот возникает такое дело, нехватка ресурсов. И что делать? Ну, это вот, надо избавляться от этого дела. Уменьшает от требований? Нет, ну, как эпидемия, например, которая вдруг нежданно на землю приведет, она вот уменьшит чистость населения, смягчит эту проблему. Войны тоже здесь неплохо и так далее. Ну, на самом-то деле, дорогие товарищи, все наоборот. И это мы даже из жизни видим. Ведь есть научно-технический прогресс. Вот как появился человек, да, выдумал палку-копалку, так он и пошел, он безостановочный. И рост производительности труда, он идет постоянно. Ну, где-то больше, где-то меньше. И при католизме в том числе. А рост производительности труда означает что? Обеспечиваться ресурсы. Ну, сколько можно примеров? Вот питание стране... Многие экономисты считали, так сказать, доказывали на цифрах, что даже во всем мире, нужно говоря, в нашей стране, продуктов питания производится достаточно для того, чтобы накормить все население планеты. Есть другая сторона капитализма. Вот в армию кризисов что делается? Уничтожаются предметы, товары. Уничтожаются, в том числе, продукты питания. Это называется кризис перепроизводства. Да, так называется кризис перепроизводства. Даже такие явления, которые, скажем, только вытекают из экономики, вот, скажем, пошла война с санкцией. Ну, что делаются, скажем, наши таможенники и прочие с теми товарами, которые попали в санкционный список и вывезли? Их уничтожают. То есть у нас идет уничтожение ресурсов, вместо того, что, скажем, развивать беду. И это делается сознательно. Почему это делается сознательно? А чтобы вот это положение, скажем, все время поддерживать. Но увеличение численности бедного населения, но автор имеет в виду резервной армии труда, конечно, на руку капиталистов. Так, вопросы закончились. Какие у вас есть? Тогда спасибо. Значит, у вас в следующую среду занятия, там уже, наверное, другие будут, да. В экономической тематике занятий в этом семестре не будет. Мы встречаемся в феврале месяце. Давайте успех вам, дорогие товарищи. Не болей. Спасибо. До свидания.